Привет, красотки! Добро пожаловать на мой канал Gingerbox и с вами Марина Джинджер. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам про продукты Jane Airedale и, наверное, больше про саму марку, про ее философию и вкратце сделать обзор на те продукты, которые я сегодня взяла с собой. Я давно являюсь фанатом марки Jane Airedale, еще до того, как я стала бьюти-блогером, потому что, в общем-то, независимо от того, блогер ты или не блогер, всегда хочется иметь красивую кожу, ухоженную кожу и, снимая с лица макияж, видеть здоровое сияние, отсутствие прыщей, комедонов, высыпаний и так далее. Какова философия этой марки? Ну, прежде всего, Jane Airedale продвигает философию продления ухода. То есть мы понимаем, что мы все ухаживаем за кожей дома, утром, вечером, мы ходим к косметологам, но при этом мы каждый день пользуемся декоративной косметикой и правильно, потому что женщина должна быть красивая, женщина должна быть яркая. И Jane Airedale своими средствами дает не только возможность красиво выглядеть, нанести тон, нанести тени, румяна, помады и так далее, но и с макияжем продлить ваш уход за своей кожей. Вся косметика Jane Airedale является минеральной, некомедогенной, защищает вас от ультрафиолетового излучения, от различных спектров лучей, содержит в себе различные ухаживающие компоненты, гиалуроновую кислоту, различные витамины. И ввиду того, что средства минеральные, во-первых, они имеют достаточно хорошую стойкость, то есть минералы цепляются друг за друга при нанесении и являются стойкими, а также легко смываются любыми смывочными средствами, то есть как мицеллярной водой, так и молочком и любыми другими средствами. То есть не нужно кожу сильно тереть, создавать ненужное трение, ненужное растяжение. И сегодня я хочу рассказать вкратце о нескольких средствах, которые я выделяю в линейке Jane Airedale. Прежде всего, это Liquid Minerals, о котором я уже не раз рассказывала в других видео. Например, посмотрите видео с моими фаворитами прошлого года, там я достаточно подробно рассказываю, показываю про это средство. Если в двух словах, то это, конечно, идеальный тон и обалденный уход, увлажняющий для любой кожи. Во-первых, сам тон достаточно хорошо маскирует, он хорошо сидит, то есть за счет того, что опять же такие минералы друг за друга цепляются, создает такой здоровый, при этом стойкий макияж, здоровый и стойкий тон. И более того, сами вот эти минеральные шарики тональные находятся в растворе гиалуроновой кислоты, что дает нашей коже постоянное увлажнение. Далее у меня здесь есть прессованная минеральная пудра. Я не любитель, конечно, пудр. Я больше люблю кремовые текстуры, но пудра мне действительно вот эта нравится, потому что она очень легко ощущается на коже. В ней нет никаких совершенно ни масел, ни в коем случае никаких вот таких наполнителей, которые используются в других средствах. И поэтому вы даже можете видеть, когда вы берете кисть, у меня также тут специальная кисть Jane Airedale, и наносите этот тон, он достаточно рассыпчатый. То есть мы видим, что ничего не удерживает наши минералы таким же образом и на коже происходит. То есть вы набираете на кисть, наносите на кожу, и пудра ложится такой легкой вуалью, но при этом минералы друг за друга цепляются и создают достаточно стойкое покрытие. Также у меня здесь есть совершенно потрясающий, на мой взгляд, румяна. Они мне очень нравятся, потому что, на мой взгляд, очень удачный цвет. Цвет называется Whisper. Розовато-коралловый с золотыми частичками тон, который хорошо подходит, наверное, для светленьких и вот для тех, у кого волосы вроде моих. Он создает такой эффект здорового румянца, при этом подсвечивает немножко за счет золотых частичек. Также у меня здесь есть средство, о котором я рассказывала в видео про сухие губы. Средство Эксфолиант и увлажняющая тонированная помада для губ. Эксфолиант на основе неочищенного тростникового сахара, никакой химии. Сначала снимаете роговевшие чешуйки Эксфолиантом, и далее наносите плампер. Он помимо того, что он увлажняет, дает тон, он еще и создает вот этот тингл-эффект, за счет которого губам приливают крови, и они получают дополнительный объем. Очень быстро увлажняет, приводит губы в порядок. Также полностью натуральный. У меня здесь есть миниатюрка увлажняющей и подсвечивающей основы по тон. Действительно очень хорошо увлажняет, имеет такую гелевую текстуру, кремовый цвет. При нанесении на кожу дает хорошее увлажнение и подсвечивает кожу изнутри. И тон на этот праймер ложится, конечно же, лучше, глажа и является более стойким. Помимо всего прочего, хочу отметить совершенно потрясающий запах. Мне очень нравится запах. Пахнет какими-то фруктиками, как и, наверное, вся линейка Джейн Айрдейл, потому что она вся натуральная, без отдушек каких-то сильных, без наполнителей. И у меня здесь также есть набор для смоки айс от Джейн Айрдейл также. Хочется сказать, что упаковка очень правильная, потому что сегодня я, собирая все это на съемку, уронила. Очень боялась открыть эту коробочку, увидеть там рассыпавшиеся тени. Но все живо, все осталось на месте. Цвета очень красивые. Что важно, что они такие же яркие, как и в самой коробке. И здесь у нас есть с вами руководство к действию для тех, кто не умеет краситься. Здесь четко прописано 5 вариантов смоки айс макияжа. Очень удобно. Есть здесь же кисточка, есть зеркальце и все в такой красивой, очень интересной упаковочке. В общем, в целом, хочу сказать, что я полностью поддерживаю философию Джейн Айрдейл. Я тоже за макияж с дополнительным уходом. Мне очень близка эта тема и очень близок бренд, потому что действительно мы понимаем, что это не маркетинг. Я пользуюсь этим средством достаточно давно и могу сказать только хорошее. То есть действительно никаких ни комедонов, ни высыпаний. Очень низко аллергичная эта косметика, да, то есть подходит для чувствительной кожи. Дает действительно хорошее покрытие, хорошие пигменты. То есть все только в радость. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте мне лайк. Также пишите комментарии, задавайте свои вопросы, в том числе про конкретный представленный бренд в этом видео. С удовольствием расскажу, поделюсь контактами, где как приобрести. А с вами была Марина Джинджер и я желаю вам всего самого красивого. Пока!